я чувствую что они нет эмоций поэтому нет страха нет ничего страха ты не рождаешься как какой-то жертвой нет ты соединяешься ну то есть ты все равно остаешься в этой силе то есть тебя ту внутреннюю с тобой сделать ничего внешне не может видишь это абсолютно стабильная неизменная вечная как теперь это состояние сохранять как его якорить и как в него возвращаться кто я кто сейчас запаниковал и увидеть образ это я сейчас какую история поверила что я слабая и нелюбимая отвержен посмотреть на этот пузырь что я сейчас он словно заснула в него да и таким образом ты видишь вот это пространство внутренние она абсолютно не может быть чем-либо затронутым видишь это и это безусловная сила это полное бесстрашие когда ты из этого живешь место вообще ничего тебе не страшно но на самом деле это очень-очень офигенное состояние катя вот честно скажи очень много занимаюсь собой но вот именно вот это вот соединенность я первый раз вот ощущаю вот за всю мою работу я и с энерготерапевтами работала очень много работала а именно вот это состояние я бы его сказала ресурсности все равно самому не прийти это только через проводника вот мы с тобой ты меня привела сюда я сейчас это ощущение явно чувствую я очень надеюсь что у меня получится возвращаться потому что это не у меня крылья выросли это потрясающе да поэтому в любом случае каждому человеку нужно идти с хотя бы один раз с человеком который проведет коснуться этого места да потому что он узнает уму казалось что других вариантов нет жить в этом мире а тут открывается еще целая целая вселенная однозначно неизведанная сейчас такое состояние любопытства вот исследовать себя такую как первый раз как будто себя такую вижу а в чем доброта реальности того что это происходит в вашей судьбе все поняла поэтому мы можем говорить вот беда но это мы мерим категория человеческого уровня тушки нашего тела надо чтобы там все было но если мы идем с уровня души и самости с уровня познания себя вот этого запроса на свою целостность тогда мы видим что ну как эти говорит все здесь в этом мире для вашей свободы поэтому я в том контексте который мне необходим для того чтобы я это проживала училась это проживать и пытания с которыми мы якобы сталкиваемся они все для нас по нашему запросу запрос на нашу свободу внутреннюю бессознательно мы не осознаем этих вещей мы меряем умом вот не так не так не так не так я об этом не мечтала но то что происходит это реально всего для нас и когда мы вот так видим тайка кити говорит любить то что есть очень сложно любить то что есть когда мы ясно не видим происходящее ну то есть глубину вот этих слоев замысла вот этого божественной игры в том же смысл до всей этой конструкции этого узора моей судьбы когда я до конца не вижу я не могу испытывать благодарность я не могу испытывать радость восхищение своей жизнью я в жертве да а когда вот во время исследования вот эти все слои раскрываются там действительно кроме любви ничего не остается этому же господи как меня любит бог жизнь это же надо было так все подстроить так позаботиться а я чувствую чувствую благодарность как ни странно да даже за это за то что дал возможность соприкоснуться с собой шанс да вот эту лазейку я могу протиснуться и соприкоснуться с собственным центром да со своей душой вот как как-то так это ощущается спасибо тебе большое дам обратную связь немножко да я ожидала что это нечто будет потому что вот я гружину месяцев 5 я точно в чате слежу за тобой читаю смотрю это больше чем я ожидала спасибо тебе огромное все это невероятно спасибо ты вот ты прям капнула туда кто еще не мог никто докопаться это искренне от всей души за мою всю работу с кем я очень много работала но только ты могла мне вот прям соединить провести меня туда куда и причем с первых минут как как-то у тебя получилось что сразу мне очень тяжело заплакать я обычно не плачу я обычно просто рассказываю без чувств и сама понимаю что вот вокруг хожу а ты меня сразу как-то так спасибо тебе и очень благодарна очень рада что мы вот так пообщались близко работа с тобой лично но она действительно того стоит а пообщались а а а а а а а